Женская команда волейбольного Енисея За последние два года это уже второй наставник в скором порядке, покидающий Енисей. Подробности ухода Юрия Мельничука неизвестны, но не стоит забывать, что ранее специалист еще ни разу не возглавлял женские команды. А первые выступления волейболисток под его руководством нельзя назвать сверхудачными. Они на самом деле не бегут. Руководство клуба старается подобрать оптимальную кандидатуру для тренера, который бы устраивал тем требованиям, которые предъявляем мы. Юрий Владимирович устраивал этим требованиям. Что касается всех остальных, их отставки послужили определенные причины, веские достаточно причины. Смена главного тренера в начале сезона для волейбольного Енисея уже становится неприятной традицией. Ровно год назад, после вылета из Лиги чемпионов, команду вновь возглавил опальный Сергей Голотов. В межсезонье его место занял Юрий Мельничук. Но и он не задержался надолго. Команда даже не успела стартовать в чемпионате России. В очередной раз бразды правления легли на плечи Александра Кошкина. Несмотря на это, руководство продолжит искать кандидатуру на место главного тренера. Мы понимаем, что сейчас это будет непросто. Сезон начинается, все команды укомплектованы, не только спортсмены, в том числе и тренерским составом. Мы будем искать, кто ищет, тот найдет. После неудачи на первом этапе Кубка России, а также проигрыша в финале Кубка Сибири и Дальнего Востока, сейчас для Енисея главный результат и обретение прежних кондиций, которые позволят биться за медали чемпионата. Антон Соркин, Евгений Иванов, Афонтова Спорт.